Время суток, ребята. Сегодня 141 день, как я вернулся к заработку ВНТ-игры. И здесь мы обсуждаем актуальные проекты, в которых я участвую. Идя не было уже 7 дней, поэтому мы будем сегодня подсчитывать то, что у меня удалось заработать за 7 дней. Причины я, в принципе, объяснял в телеграм-канале, поэтому ничего там сильно кардинального не произошло. Я никуда не пропал, просто-напросто у меня не хватало времени для того, чтобы этим заниматься. Соответственно, в Чили вышло там обновление на iOS, добавили Boost, и это уже огромнейший плюс для обладателей айфонов. То есть теперь они наконец-то могут зарабатывать, в принципе, столько же, сколько и на андроидах зарабатывают. Здесь где-то была информация по поводу того, что должны скоро появиться еще одна пара очков. Это у нас уники, они стоят примерно 1600 долларов, но они приносят примерно 80%. То есть очень дорогие в прокачке и довольно-таки много приносят денег. Очки, конечно, довольно-таки рисковые, но, тем не менее, некоторые люди будут их покупать, некоторые люди их уже давным-давно ждут. Поэтому как-то так. Окей, каждый день у меня выходит примерно 93 доллара с просмотра лент на трех аккаунтах. Напоминаю, что у меня аккаунт у жены и у ребенка. Поэтому за 7 дней запишем 651 доллар. И, в принципе, больше, как бы, по Чили разговаривать сейчас, в принципе, не о чем. Тут все, в принципе, сейчас пока понятно. Если что-то будет интересное выходить, будем обсуждать эти новости, двигаемся дальше. Что у нас в ПЭКСе со своей печальной ситуацией? Да, я думаю, все посмотрели предыдущее видео, которое я выпустил. Но есть как есть. В принципе, мы на это повлиять никак не можем. То есть мы в этом уже участвуем. Поэтому будем ждать каких-то, надеюсь, хороших новостей. Но веру я бы сказал бы так, что я бы не надеялся на то, что на лучшее. То есть готовьтесь к худшему. Готовьтесь к тому, что кто принес сюда деньги, соответственно, он их здесь и похоронит. Еще по поводу СПЭКСи. Скоро кошелек не будет существовать. Поэтому запишите свою фразу с 12 слов для того, чтобы потом в другом кошельке можно было восстановить этот аккаунт. И, в принципе, все по этому приложению. Записываем ничего, то есть ноль, потому что деньги мы отсюда вывезти не можем. И двигаемся дальше. И дальше у нас Репаблик уже 6 тысяч почти, ну, чуть-чуть больше, чем 6 тысяч насобиралось. То есть мы потихоньку-потихоньку двигаемся. К 10 тысячам. Тоже никаких новостей особо нет. В принципе, двигаемся по тому сценарию, который был раньше. Выполняем некоторые активности в этом приложении. И двигаемся к следующему приложению. Хорошо, у нас Роботсфарм. Сейчас у меня здесь прогрузится и нам выпадет что-то. Что-то ни о чем. Понятно. Так, у меня здесь накопилось 3,5 поинта. Сейчас мы откроем вот этот вот бокс. Посмотрим, что в нем. Еще за неделю мне упал еще один бокс второго уровня. Скорее всего, мы насобираем детали и начнем открывать. Не упало нам то, что нужно, но тем не менее. Сейчас перейдем в крафт. У меня здесь вот есть бокс второго уровня. Да, мне не хватает 2 шестеренки. В принципе, я их могу добрать. Но пока это не особо горит. Поэтому как-то так. В приложении у меня уже 867 токенов. В принципе, мало, но тем не менее они есть. И пока это все, двигаемся дальше к следующему проекту. Кстати, ребята начали очень классно показывать, что они делают. То есть, они уже работают над сваповкой. Скорее всего, в ближайшем будущем она выйдет. Поэтому проект имеет все шансы на то, чтобы развиваться. Если вы уже еще у нас не в Куане, можете по ссылочке перейти в описании и быть с нами. Дальше в Амбат. Я здесь сделал некоторые активности. Подытожим под конец сезона, что у нас вышло. Но тем не менее, показать стоит, какой у меня здесь прогресс. У меня уже больше, чем 10 тысяч урана. То есть, соответственно, я смогу в следующем сезоне себе взять Фаберже. Я могу его и сейчас взять. Но я не хочу, потому что у меня уже колодец весь закрыт. А на следующий раз мне понадобится довольно-таки много ресурсов для того, чтобы его закрыть. По поводу NFT до сих пор я не могу купить сталь. Довольно-таки дорогие NFT, к сожалению. Тем не менее, я буду стремиться к тому, чтобы все-таки сделать здесь 290, допустим, 8 ураниума. Одну сталь оставить и один уголь. Еще я докуплю себе куртки и в межсезонье буду себе делать уже вот эту вот жилетку четвертого уровня. И она будет не плюс 10, а плюс 20. С Digging Tools немного сложнее, потому что их очень мало на рынке. И они довольно-таки дорогие. И со светильником такая же самая ситуация. То есть, пока эти 3 айтема у меня в приоритете. Я стараюсь по рынку забирать по хорошим ценам эти, скажем так, эти шмотки. И перекрафчивать их в более лучшие шмотки. Не процентажа. То есть, по плану сделать все-таки жилетку на плюс 40%, Digging Tools на 20%. С ожерельем пока так и оставить, потому что ожерелье самое дорогое здесь. И в конце я буду еще торпу менять с 12% на 24%. И на этом, в принципе, я закончу одевать своего вомбата. И просто-напросто начну максимально выносить с этого приложения деньги. Скажу честно, что у меня вышло уже более 100 долларов. Без учета Фаберже и всех остальных айтемов. То есть, вомбат токенов, которые нам насыпали. То есть, я думаю, что под конец сезона это составит примерно 150 долларов. И довольно-таки неплохо за 45 дней. Опять же-таки, цель дойти 200 долларов за сезон получать. Я думаю, что это довольно-таки легко будет сделать, но понадобится немного времени. Пошел я свой эпический тамилерарный сундук в Early Ariance. Открываем его. Сейчас нам что-то выпадет. Да, не очень много, но тем не менее, все равно хорошо. У меня здесь есть 875 золота. Мы сейчас будем открывать эвенты. Так, по поводу лаунчпадов я, к сожалению, не попал, не успел на эти карточки. Поэтому я даже дальше за ними не слежу. По поводу бейджиков. Тоже у нас вроде бы сейчас тишина еще с бейджиками. То есть, да, у нас мобильная апка еще 7 дней будет крутиться бейджик. Поэтому, в принципе, пока бейджиков никаких новых не будет. И, в принципе, ребята сейчас чуть-чуть приостановились с разными раздачами и так дальше. Они сконцентрированы на то, чтобы оптимизировать сайт. То есть, мы видим, что мобильное приложение обновляется и так дальше. Значит, ребята работают. Окей, 10 тикетов это довольно-таки хорошо. Потому что мы сейчас еще поградим наши коробки. Очень много золота. Это плохо. Но еще 25 золота, в принципе. И мы еще сможем один сундук открыть. Окей, еще 20 тикетов. Сундук 4-го не будет, к сожалению. Но, тем не менее, 20 тикетов это уже хорошо. Переходим. Сейчас будем. Переделывать наши коробки. 100% одну сделаем большую и одну среднюю. В принципе, все. У меня 4 билета осталось. Поэтому дальше смысла, как бы, в этом приложении нет что-то делать. Двигаемся дальше. Дальше мы поговорим про Гэдграсу. Да, пытаются не что-то там делать. Что-то важное, но не важное для нас. Потому что до сих пор не появилась кнопка бабло на этом сайте. То есть у меня уже 267 тысяч накоплено этих, не знаю, листиков. Или как они там называются. У них эти токены. Но, тем не менее, пока их нельзя отсюда вывести. И довольно-таки печально. Это уже примерно они существуют 4-5 месяцев. И до сих пор они этого не сделали. Соответственно, или у них там какие-то проблемы. Или они просто-напросто пытаются просто набрать аудиторию. То есть пока непонятно. Но, тем не менее, я бы хотел бы все-таки уже увидеть кнопку бабло. Даже если это все будет стоить хотя бы каких-то 10-20 долларов. Уже было бы неплохо. Дальше у нас Space Nation. Здесь у нас появились ежедневные квесты. И мы можем их, в принципе, забирать. Там 200 XP и 0,2 Arba. Довольно-таки неплохо. То есть каждый день заходим, забираем и качаем свой аккаунт. У меня уже 21 уровня. Еще где-то около двух недель будет 22 уровень. В принципе, уровень пока ни на что не влияет. Они очень долго с этим тупят. И поэтому пока так. Я получил с этого приложения 5 долларов за тест. Не увидел, чтобы кто-то получил больше. Поэтому вот как-то так. С приложениями на сегодня по новостям все. Потому что все остальные, которые мы обозреваем, там в принципе нет никаких новостей особо. Сейчас будем говорить о проектах, которые, к сожалению, вы не сможете попасть. Первый период National. У меня здесь есть доступ, поэтому я в нее играю. Накапливается довольно-таки неплохо деньги. И, к сожалению, еще 7 дней для того, чтобы я мог продавать айтемы. С данного приложения. У меня там уже довольно-таки много накоплено. Они кучу разных обновлений пилят. То есть ребята очень-очень трудоемко смотрят за проектом, развивают его и так дальше. Это огромнейший плюс. И огромнейший плюс то, что здесь можно бесплатно заработать. Но, к сожалению, нужен код, который довольно-таки плохо, вернее, довольно-таки сложно получить. Дальше у нас SkyArk. Довольно-таки нашумевший проект. У меня здесь тоже есть доступ. Я делаю ежедневные квесты в этом проекте. Но, к сожалению, получить сюда доступ очень и очень трудно. Дают сейчас монетки. И появились некоторые кнопки. Там можно будет что-то минтить за эти монеты. То есть довольно-таки интересная система у них сейчас. Посмотрим, как это будет реализовано на практике. Сверху у нас в основном все ребята, у которых есть больше, чем один доступ. То есть чувак, который на первом месте, у него примерно всего 10 аккаунтов. И он с этих аккаунтов скидывает себе монеты. Поэтому, не знаю, будут они это все фиксить или нет. Я бы, конечно, банил бы такую херню. Потому что мультиаккаунты все время губят проект. Как-то так, двигаемся дальше. Дальше у нас Persona. И здесь я вам советую выполнять квестики. Выполнять их быстро и четко. Потому что проект тоже многообещающий. И может принести довольно-таки внушительные, интересные приколы, плюшки, денюжки и так дальше. У нас еще есть такая штука, как Kingdom Story Heroes Wars. Ни хрена себе они название придумали. Такое длинное. Неважно. Здесь тоже нельзя сюда попасть без инвайта. Тем не менее, есть довольно-таки крутые плюшки, которые они будут сейчас раздавать. Я надеюсь, что у нас получится это все сделать. То есть, я уже примерно на 33 уровне. Два доступа я разыграл. Больше у меня, к сожалению, нет. Я узнаю у разработчика, может быть, мы еще что-то разыграем. Но там будут награды в виде 3000 долларов. Будут раздаваться. Поэтому есть смысл в это все поиграть. Двигаемся дальше. Дальше у нас Extreme Trial. Здесь нечего разговаривать. То есть, охеренная игра про мотоциклы. Довольно-таки давно была игра такая на телефоны. На черно-белом экране, скажем так, можно было ездить на мотоцикле, прыгать. Это они уже выпустили именно 3D. Она будет NFT. Она будет совсем. Сейчас здесь проходит турнир, в котором будут раздавать денежные призы для топ-10 игроков. Поэтому я на данный момент нахожусь здесь на 12 месте. Немного на ту порезе, но тем не менее, скажем так, я планирую зайти в топ-10 и получить хоть какие-то деньги с этого проекта. В принципе, как-то так. И на сегодня это все, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до следующего видео.